Но я могу сказать про моего папу. Может, я вам уже говорил, а может быть и нет. Вот мой папа, он, мой папа, вырос в Днепропетровске, хотя родился старательный, но его семья сразу же переехала в Днепропетровск. В итоге, я не знаю, говорил ли я вам, мой папа, он всегда назывался русским человеком, но он по-украински говорил, как по-русски, никакой разницы. Он очень любил украинские песни. Он вообще петь умел на любом по-русски, по-украински и даже по-английски, я сейчас скажу. Так вот, мой папа, он вырос в Днепропетровске, но он 1907 года рождения. Его родители умерли от Тифа во время революции, ну после революции. Так что, в 12 лет он был без родителей, жил со своими старшими братьями и сестрами. И всегда вспоминал, как его старший братик, брат, ну такой был очень милый человек, капитан первого ранга, я его знал таким. Вот. Когда был совсем еще юным, а мой будущий папа был мальчишкой, почти что одел, чтобы играть в футбол, ботинки моего папы, и они очень сильно, так сказать, от игры в футбол, ну, несколько износились. И он был страшно расстроен, что он лишился своих единственных выходных ботинок. Он это вспоминал через лет 30 или 40 после событий. Вот. Так вот, на чем мы остановились? Становились на том, что мой папа очень любил украинский язык, говорив в украинске как по-русски. Я вырос под аккомпанемент украинских песен, которые исполнял мой папа на украинском языке. Он обожал Гоголя, считая его, ну, ту часть Гоголя, где Гоголь писал про Украину, где вот вечера на хуторе, и мир говорит, что это были у нас дома настольные книжки. То есть я, когда был маленький, был весь абсолютно на 100% украинизирован. Но мой папа всегда говорил, что он русский человек. Между прочим, я однажды, все-таки вот не очень давно, кстати, решил найти слово «украинец» в старинной энциклопедии Брагаус и Ефронии. Там есть одно слово «украинец», объясняет, что это такое. Это газета где-то там на Украине издаваемая. Это, согласно еще дореволюционной энциклопедии Брагаус и Ефронии, то, что означает слово «украинец». У Гоголя. Гоголь обожал Украину, как и мой папа. Вот, так вот. У Гоголя очень многие события происходят на Украине, заметься, на. Гоголь пишет на Украине. Но там у него действуют на Украине живущие русские люди. У Гоголя на Украине живут, что-то поделать, русские люди. У него слово «украинец», так же, как в инциклопедии Брагаус и Ефронии, не используется. У Гоголя на Украине русские люди. Что-то поделать. При этом, значит, я говорю, я вырос в это комплимент украинских песен. Ничьяка месячна, зорина ясная. Видно, хоть голки забирай. Выйди, коханая, працюю взморина. Хоть на хвыринучку вгай. У меня слух музыкальный пассивный. Если кто-нибудь неправильно исполняет, я могу заметить это. И замечаю, но если не могу добиться, чтобы я сам правильно исполнял. Поэтому, видите, я просто прочитал стихи. Вот у нас была такая пелия. У нас такая пластинка до сих пор есть. До революционного выпуска. Мне она страшно нравилась. И другая, это уже более поздняя. «Дегруюсь я на небо». «Тай думку гадаю. Чему я не сокил? Чему не летаю? Чему мне Божий ты крыльев видал? Я в землю покинул. Тай в небо взлетал». Это тоже украинская песня. Абсолютно замечательная. Вот русские и украинские песни друг друга совершенно изумительно наполняют. Русские, так называемые, украинские в смысле, но созданные русскими людьми, живущими на территории, которая сейчас называется Украиной. Так что вот, мой папа, как говорит моя дочка, украинец. И мне, она, моя дочка говорит, она говорит, ты наполовину хохол. Она, моя дочка, говорит, не я. Более того, она говорит, что ее дед, то есть мой папа, это так и есть. Чисто внешне. Был необычайно похож на вот, погибшего руководителя Донецка, Донецка, Захарченко. Мой папа был похож на этого Захарченко, как будто они были братья-близнецы. Вот. Но это лишь не то вот у моей дочки, что ее дедушка, он на самом деле украинец. Ну вот украинец, понимание, говори, то есть он русский человек с Украины. Ну вот, это про моего папу. Дальше. Дальше, еще до войны, вот я родился в Ленинграде. И пожил там. И пожил там, в этом самом Ленинграде. После рождения, это все было до войны. После рождения, четыре с половиной месяца. Я об этом где-то раньше говорил. Четыре с половиной месяца. Дальше. Моя мама, что она сделала? Она отдала меня, потому что у нее из-за эхемпсии грудного молока не было вообще. И она отдала меня своим родителям. Вот. А я, ну что если мой папа? Ну так обычно женщины делают, вместе они разводятся. Моя мама вовсе не развивалась. Просто мой папа уехал в командировку в Америке для закупки оборудования американского для советских заводов. Там он пробыл год или два. И действительно было закуплено много оборудования для советских заводов. Ну вот мне до сих пор поражает. У меня нет рационального объяснения. Он предлагал ей, моей маме, уезжая в Америку, поехать это было можно, поехать вместе с ней и с маленьким малышом. Она отказалась, сославшись на то, что ее укачает на пароходе. В то время связь между СССР и Америкой была пароходная, а не самолетная. Ну, папа один поехал с таким же коллегой, жена которого тоже по трансцендентной причине не поехала в Америку. То есть, видите, какой популярностью, в кавычках, пользовалась в то время Америка. Молодые инженеры, вот моему папе с ним было сколько там, тридцать там, три года. Молодой инженер, тридцать два, предлагает своей любимой жене поехать с ним в Америку. Пусть там годовалым малышом, даже меньше может. А жена говорит, ну, я не поеду, приезжай к Тадин. Прямо как в этом самом взыске, в теснике. Отвечает Женя Джонни Хмуро, я не стану портить маникюры, приедет стену, почешись. Я реально, никогда не вот ни я, ни моя жена не могла получить. Моя мама разумный отец. Почему она не хотела ехать собственным мужем и собственным ребенком в Венеград? Ну, ты двойной вот папу вернулся из Америки в СССР, когда началась война. Мы, кстати, то есть я и мама были эвакуированы в самое последнее мгновение. Еще бы немножко подождали, вряд ли бы сейчас я с вами разговариваю. Я помню до сих пор зрительно вот насчет эпизодов, как вот ехали на этом поезде. Поезд был какой-то такой, так я не понял, то ли он был из теплушек, то ли, по-моему, он был из теплушек, переоборудованных для послуживых. И вот он от Венеграда шел до Ярославля. Там довольно небольшое расстояние. Меньше, чем от Москвы до Петербурга. Наверное, от Сренеграда и Ярославля. Тогда был начаток от Петербурга. Я завод Ярославля не больше, чем летом в четырестом. И вот этот поезд остановился на какой-то сношке. Это было начало осени или конец лета, верный август. Я до сих пор помню ярчайшую зеленую траву там росшую на станции. Конечно, было 30,5 лет. Уже все три года. Вот. Я еще вам не рассказал там про то, как я выжил в Ярославле, а стал в течение бабушки, дедушки моей тети, старшей сестры мамы. Так вот, смотрю и кругом страшно зеленая трава. Потом мне мама рассказывала, если я все осознаю, что другие женщины давали своим детишкам, которые очень хотели спить, а пить было нечего пить из луж там имеющихся. Ну, здесь моя мама поступила абсолютно разумно. Хотя ее ребенок позже хотел пить, она ни с какой лужи ему пить ничего не дала. То есть меня абсолютно правильно сделала. Но в итоге я сейчас вот час и секунду зрительно представляю эту душу и траву зеленую зеленую в другом этой лужи. Но потом поезд поехал, приехал я сам и там я жил значит в начале войны с мамой ее родителями бабушкой дедушкой ее старшей сестрой учительницей географии и неожиданно это вот моя тетя старшая сестра моя мама Александра Андреевна моя мама Софья Андреевна ее старшая сестра фактически моя вторая мама я бы сказал даже первая может Александра Андреевна она работала учительницей географии ее я однажды участвовал в совместной экскурсии она меня отжила экскурсию организованную ею проходную экскурсию от пересады до горького обратного для выпускного класса там уже все время географию кончали изучать после девятого класса значит она организовала экскурсию для своих девяти классов такие здоровые я забыл тоже кстати я кончил дядя классов такие были здоровые парнишки в время школы была честно мужская а моя тетя была такая женщина невысокого роста уникальная но как они ее обожали я никогда не видел нигде никогда чтобы ученики так обожали своего учителя они все были выше нее ростом она была худенькая и высокого роста но они ее просто обожали вот и говорили там о речной географии пойдем с ростом Александра Андреевна потрясающе обожали вот но она их тоже любила тем могу заметить что она никогда не занимала никаких административных постов в школе просто была учительницей географии учительницей географии и до этого она кончила Славский педагогический институт но у нас была отличница вот была студентка так вот значит ну ребята да вот что хотел сказать никаких административных постов она не занимала тем не менее она получила орден трудового красного знамени и орден Ленина то Ленина считалась наивысшая награда вот она получила просто за то что эти ученики я думаю ее обожали и она кажется неуговольной коллег не вызывала ревности но она хорошо работала то что ее обожали ученики ну это ее проблемы вот она получила орден трудового красного знамени и орден Ленина где-то они лежат и даже не знаем где вот это была моя тетя которую я считал своей второй мамой когда даже готов называть ее первой когда меня оставили там Григорий то что я рассказываю интересно да очень интересно Олег Георгиевич а где же была ваша мама то вот вы говорите что вас оставили а она куда делась меня оставили в Ярославле моя мама родная когда мне было 4 месяца с половиной я после рождения в Ленинграде прожил 4 месяца с половиной после этого мой папа уехал в командировку в Америку а моя мама отказалась ехать ссылаясь на то что ее укачивает на проходе она могла бы она осталась одна беззаботная до моего рождения она работала инженером сейчас я еще расскажу как все это было до моего рождения она работала инженером на заводе в Туле после окончания Московского института цветных металлов и золота она сама мне рассказывала почему она туда поступила ну говорит такое красивое название цветные металлы и золото вот она и поступила ну она окончила этот институт и работала в Туле инженером туда приехал сейчас я отвлекаюсь на ту же самую тему про моего папу приехал молодой парень тоже инженер он был старше моей мамы на 5 лет приехал в Туле до этого до того поехать в командировку в Америку он приехал в командировку в Туле это знаете было все таки 37-й год вот когда считается вот было так-сяк но она работала в Туле туда приехал парень в Тулу познакомился с моей будущей мамой он жил в то время постоянно в Ленинграде он окончил Дмитрий Петровский институт заходит там как инженер металлур то есть специальности моей мамы у него были одинаковые она работала в Туле тогда инженером металлургом в Ленинграде я вот сейчас не помню то ли он окончил в Ленинградской металлургической институт то ли в Дмитрий Петровском так вот так или иначе он то призывал мой папа в Ниженером металлург вот приехал в Тулу в фундировку там довольно симпатичная девушка работала тоже металлург как и он он там проболтался в Туле но не терпел этой симпатичной девушке говорить поехали со мной в Ленинград она его отвечает поехали вот такая была моя мама когда она еще у моей мамы не была ей парень которого она впервые в жизни увидела через неделю знакомства говорит поехали со мной вместе ко мне в Ленинград она говорит поехали там у него была в Ленинграде комната в коммунальной квартире она приехала и у него поселилась потом она мне рассказывала они приходили мимо ЗАГСа кто-то из них сказал ну что давай зайдем зарегистрируемся зашли и зарегистрировались но через какое-то время я и родился ну вот так вот а что касается моей тети которая как я говорю играла роль второй мамы 4,5 месяца ребенка его родная мама отдает своим родителям при этом она я говорю работаю инженером-металлургом кстати обратите внимание это был 37-й год такой вот здесь был тоталитарный режим как мы прочитали везде работает молодая женщина молодая девушка на металлургическом заводе ей сбрендило поехать в Ленинград бросив работу потому потому что ее позвал какой-то ее малознакомый парень она пошла и сказала ребята до свидания езжу в Ленинград и уехала при всем тамошним тогдашним социалитаризм и уехала в Ленинград там поступила работать на какой-то завод в Ленинграде а Турик махала ручкой обещая их там оправдания объяснения просто сказала уезжай вот с этим парнем в Ленинград все до свидания и пожалуйста начало вот свободы того времени вроде бы она была там заводилась она была вот она вот должна была сказала до свидания и поехала в Ленинград к парню совершенно реально ей незнакомому ну вот потом и стал моим папой они начали мимо ЗАГСа и кто-то из них сказал а чего давай зайдем зарегистрируемся а другой ответ а чего давай зайдем зарегистрируемся это была свадьба вот здесь что еще это вот а насчет моей тети отдали меня четырех с половиной месяцев бабушка дедушка и старшая сестра моей мамы незамужняя вот и вот кормить-то меня нечем в то время было такое интересное суеверие если у кого есть ребенок маленький там были такие вот женщины юные с людьми моя тетя просила их подкормить этого брошенного так сказать своей мамы ребенка она вроде не бросила маму но вот тем не менее отдала родителям и этой тети хотя бы было суеверие что если женщина покормит своим молоком ребенка другой женщины у которой молока нет то у той которая подкормила молоко тоже пропадет нашлась одна соседка через забор ну мой дедушка бабушка все-таки жили в таком деревянского типа доме называется он сейчас пятистенко ну одноэтажный временчатый дом вот так вот дедушин мой был кстати машинец первого класса паровоза так вот я еще про него расскажу ну вот значит была соседка через забор она была можно сказать как говорят оседлые цыганки то есть она была по этническому происхождению цыганка ну просто была обычная женщина работа была где-то но она была цыганка и она согласилась меня покормить вот ну и она меня спасла на самом деле там еще были какие-то противоречки но спасла меня она ведь не она сейчас не разговаривала вот эти самая цыганка соседка у нее была дочка моя молочная сестра последний раз я встречался с этой молочной моей сестренкой восемь лет назад восемь лет назад до этого мы с ней ни разу не поцеловались но восемь лет назад поцеловались еще как чтобы скомпенсировать все предыдущее там я ее катал на велосипеде когда мне стало там лет уже 15 на ране вот это моя молочная сестренка ну можно сказать что я конечно же у нее был влюблен очень симпатичная девочка ее мама то есть моя молочная мама очень хотела нас поженить но она не умела это делать могла бы вообще если мне это сказали то у нее был полный успех вот ну так вот и значит она согласилась меня подкормить и подкормила в итоге я приобрел молочную сестру я с ней встречался последний раз 8 лет назад а предыдущий раз полсотни лет назад и вот через этот интервал и тот и другая бросились целоваться но бросились друг друга обнимать целоваться в то время когда это было гораздо более уместно делать они были маленькие стеснительные я этого не делал ну моей молочной сестры значит мне что же ее муж уже умер остался сын капитан сейнера рыболовец ну вот это значит таким образом меня моя тетя которая не нашла эту соседку цыганку не спасла но вывод из этого такой еще был там есть такое выражение у психолога запечатление или что-то еще мне всегда нравились муклые девушки моя моя жена вот настоящая жена была с дочкой и была смутенькая такая же как вот эта молочная сестра то есть я могу сказать ничем не отвечался между прочим она окончила Ташкентский университет куда поступила когда ей было 15 лет я поступил на 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 натикнический факультет авиационного института когда мне было 17 лет она поступила на мунициплиническое отделение Ташкентского университета туда ей было 15 лет она была немножко ну на пару лет моложе меня но поступила она по крайней мере одновременно или даже раньше чем я не поступила на тагрант потому что у них было свободное положение в семье ее папа был старый большевик был депрессирован за то что он как-то неудачно выразился по поводу политики он был первый секретарь коммунистической партии ну всесоюзной коммунистической партии первый секретарь райкома и партии первый секретарь района какого-то там райкома в КПБ ну и он в качестве такового где-то неудачно выразился ну и был репрессирован ну и вот и вот в конце концов его семья осталась одна без поддержки его жена то есть Марьян теща репрессированна не была но 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 она она потом когда сразу без мужа никак не могла устроиться работе в итоге семья можно сказать детства там было сколько там было четверо детей включая мою будущую жену но им было нечего есть просто говоря родная сестренка моей будущей жены которая сама была маленькой девочкой умерла в ее присутствии от голода вот так вот была такова была жизнь ну вот значит вот потом значит моя будущая жена поступившая 15 почему она окончила кстати золотой медалью технику но в то время костехнику давали не золотую медаль давали право поступить ну давали включали так называемые 15 процентов выпуска это было равносильно получение золотой медали после школы и после этого такой человек имел право поступать без экзамена в высшее учебное заведение так вот она окончила самую технику педагогическую научилась на пару лет раньше чем полагалось чтобы быстрее поступить в вуз потому что вузе платили стипендию значит была мизерная стипендия студента была серьезной поддержкой вузе потому потому что там же ее сестренка умерла просто от головы в ее присутствии это был город скакант культурный центр избекистана ну вот ну потом значит она окончил этот университет моя будущая жена пошла работать ассистентом по-моему в этот какой-то а в институт в легких ну техническое учебное заведение ташкентское и как молодая ассистентка этого заведения было отправлено в Москву на факультет повышения квалификации и здесь она и познакомилась там собранство штаблекции на факультете поручения квалификации для приехавших из правительства преподавателей причем собирался читать тексты еще вас Борис Владимирович и его неожиданно поставили в храндиок поэтому получили читать тексты молодого парня тоже ставшему ассистентом как потом говорил мне уже уже жена а в то время будущая жена диссертация кандидатская считалась абсолютно выдающейся и блестящей вот мне и получили читать лекции вместо уехавшего профессора при этом лекции были по предмету которым я никогда все время не занимался многомерный комплекс анализ повышения квалификации две лекции в неделю плюс одно практическое занятие все я никогда это раньше не занимался ну значит я был моложе практически всех слушателей и изучением моей будущей жены еще пара слушателей все остальные были старше меня иногда в два раза был какой солидный профессор из Грузии который мне очень нравился вот они меня очень любили за что мне потом моя жена рассказала потом потом любили меня за то что скажем так любили за то что я отвечал на все задаваемые мне вопросы мои коллеги они не очень отвечали как мне опять или потом сказала жена а я отвечал на все вопросы ну вот причем там оказывается были отношения какой-то там парень из факультета отношения за инвекацию от какого-то по-моему он был ну с Востока с Кавказа что ли он очень гордился своими знаниями перед своими одноклассниками и чтобы эти знания показать задавал на разные вопросы думаю что я не отвечу а я отвечал причем довольно небрежно так что было видно что он кроме этих вопросов что он ничего не знает после этого этот самый парень пошел жаловаться на меня деканат чтобы не отомстить это мне все рассказала моя уже не будущая настоящая жена много лет спустя в то время я об этом не знал ничего но кто-то из ее одноклассников сказал что собираются меня обидеть тогда она с кем-то еще пошла деканат деканат это изделение вечернего которое ведало к пакетам повышения квалификации и сказала там сидевшей девушке которая симпатизировала тому который хотел так сказать что хотел чтобы меня к вам не дели я все понимаю и все знаю но мы как она выглядела нашего Смолянова никому обидеть не дадим после этого меня все оставили но это я все узнал про этот эпизод спустя уже несколько лет не с того времени я приходил был совершенно в себе уверен кстати насчет уверенности я никогда был уверен чрезмерно это не исключено я же сейчас не был специалистом в области комплексного анализа алекс я читал мне очень нравился этот предмет просто так он интересный он реально интересный ну в своем была книжка Фукса теория функций нескольких комплексных перемен вон такое название но я и читал просто заранее потом рассказывал при этом я вообще готовился не слишком в каждой конкретной лекции я готовился не слишком у меня просто был интересный этот предмет я с интересом его читал и рассказывал своим словам но было видно что я не готовлюсь часто меня спасало то что я на все вопросы отвечал в отличие как сказал он я потом от моих коллег так так вот и потом на этом бушном вечере этот вот человек из Грузии такой солидный дядька профессор я всегда был совсем начинающим у меня не было 30 лет я читал лекции ну и мне тот профессор оказался таким важным дядьком я оказался в себе по сравнению с ним мальчишкой что конечно и было дядька он создал очень красочный кавказский грузинский тост мою честь такой был длинный тост я сейчас везем его произведу мне он очень понравился было видно что он по мне относится и с симпатией и с уважением перед вот профессор из Бериси среди прочего он сказал что я учил их рисковать но сначала съех что я не приходил не приготовившись к лекции в достаточной мере а читал неплохую лекцию еще соответственные вопросы у моей жены будущей был один так сказать познакомившийся с ней однокрашник который был вдвое старше у нее кстати эстонец который мне тоже очень симпатизировал и хотел ее на меня поженить меня на ней поженить что ему в конце концов удалось вот так вот к сожалению с некоторым запозданием удалось слава богу так вот когда я приходил не очень приготовившись но это самый человек которого не было заметил 29 лет моей будущей жены 27 тому преподавателю из Сталлина эстонцев было не меньше 60 он был в два раза старше меня и моей будущей жены не очень я иногда приходил и читал читать лекции но я не читал и был почти готов но не очень и он говорил мои будущие жены так ну вот Смолянщик опять хулиганец в смысле читая лекцию и не слишком подготовившись тем не менее я повторяю какой раз они меня вели за то что я отвечал всегда на все вопросы иногда я отвечал немедленно и иногда говорили в следующий раз в случае субъявления здесь у меня было всегда и вот это именно за это они меня любили ну вот ну значит рассказал Григорий интересно было да интересно Олег Георгиевич очень интересно замечательно ну вот это вот было как я и начал преподавать к чему это как я сюда пришел потому что моя жена была смуглая девушка как и моя молочная сестра но та была наполовину цыганка а это узбечка но тем не менее могу повторить это были ровно две девушки в которых я был реальный ребенок вот та вот моя так сказать подружка детства и моя жена вот две вот девочки хорошие так вот и вот что еще на свете интересного было значит во время войны давайте я еще расскажу про моего папу а потом мы сделаем паузу до следующего раза во время войны мой папа работал в металлиническом заводе в Менинграде я был значит эвакуирован с моей мамой к ее родителям включая старшую сестру моей мамы Ярославль ну там она тоже сумела значит вот моя старшая я ее звал тетя Аля она Александра была но вот меня было принято звать ее тетя Аля так вот она меня спасла первый раз когда она шла на кормилицу повторяю она спасла иначе вообще она не разговаривала второй раз она спасла в начале войны там вот после бомбежки пришли из Ярослава и уехали в деревню почему-ка это была глупость несуспетная поехали в деревню которая была ближе к линии фронта чем Ярослава так что эти самолеты бомбежки и детей иногда нас не трогали потому что мы были не горожане тем не менее там я заболел воспалением легких в лесах голковой тамошняя врач сказала ну слушайте мои мальчики чего вы беспокоитесь сейчас война погибает столько людей вы там беспокоитесь о каком-то малыше ну вот так надо не спать это сказать тому что у меня воспринимается зато моя тетя не спать по-другому она же была учительница в школе у нее была масса знакомых бывших учеников она через одного из них достала тогда в то время абсолютно новенькое лекарство под названием суэфидин это так называемый сульфамилонидный препарат сейчас там есть сульфамилонидин например из той же группы так вот он в то время самый суэфидин сейчас не то сейчас тоже ничего он не выпускает не выпускается сейчас считается вредно мне с него выпускает сульфамилонидин и что-то похожее так вот этот самый суэфидин все время был с первых эффективен она достала этот суэфидин заланы там у нас таблетик у меня все прошло с поста меня на два раза знаете это реально два с поста ну вот потом вернулся еще это самое Ярославль а папа мой еще сидел в Ленинграде и работал на военном заводе там как-то интересно обстреливали бомбили город когда начали ну он круглые службы был в заводе он работал а там приходил домой бомбили вот ну там кстати действия было очень даже нечего когда он приехал на Урал после Ленинграда он говорил опухший от головы вот так вот как ни странно другие вещи бывают ну вот когда он приходил домой начиналась бомбежка он не шел в дом в убежище а что он делал он ставил патефон и слушал пластинки может быть вот ту самую нищий акамитичный золи на ясную одним словом заводил как говорили за патефон и слушал пластинки во время банджошек и арт обстрел а еще его старший брат который использовал до нового пластинки он был врач капитан первого ранга на медицинской службы вот он еще до начала блокады просто так подарил бутылочку рыбьего жира потом он сказал вот у тебя бутылка рыбьего жира вот и полоски в день он и пил вот это его спасло вот но мой папа конечно молодец когда началась война как раз мой папа и мама сняли дачу на лето не то уж не жирал во время так когда мы с мамой были ухуированы в том числе уже было видно что вот-вот Ленинград отражает поехал на эту снятую дачу потом она оказалась на оккупированной территории поехал на эту дачу и чего он оттуда привез домой там был запас продовольствия на лето все время если бы он привез его то он бы не голодал и не опух от голода а чего он привез он привез подушку никому не нужную с этой дачи а второй раз поехать не смог сюда пришли немцы и все это же свистное там осталось догадаться привезти оттуда подушку вместо того чтобы привезти там крупу всякую это мог только мой папа дочку никто ну вот потом значит по личному распоряжению вот он работал работал надо и не работал в Ленинграде блокадном потом по личному значит вратарение создавался на Урале военно-промышленный комплекс ну да как я понимаю там организовывался вот нужно было укомпультовать его так сказать как говорили кадрами надо было чтобы были работники рабочие инженеры вот ну и вот по личному распоряжению тогдашнего члена политбюро Анастасия Ивановича Никояна родной брат того Никояна который один из двух конструкторов книга Никояна Гуревич книга 31 вот родного брата был членом политбюро по личному распоряжению молодой инженер ну значит молодой третий там четыре года третий пять не больше был переброшен послан на Урал оказывалось посадить макарного веграда посадили его бомбардировщик сказав что он с собой может взять то что он на себя оденит ничего больше посадили бомбардировщик бомбардировщик перелетел в инженер фронта сел после этого посадили в поезд и он поехал на Урал через Веростал выйти в Веростал и посетить свою семью вновь ребенка и он был запрещен он должен был немедленно держаться на Урале и вот он я помню про это больше раз рассказывал переезжал в Волгу под бандрошку немцами там месяца три подряд бомбили мост через Волгу если бы они не дай бог попали в него возможно что война пошла несколько по-другому потому что во-первых по этому мосту поставлялось вооружение в Москву а во-вторых вот этот состав можно сказать воинский там ехал мой папа инженер нецелул который должен был возглавить цех и возглавить цех на заводе военном на Урале и много таких же окон да еще военные которые ехали молодые офицеры за вооружением тоже на Урал если бы не дай бог вот этот состав шел по мосту медленно медленно а почему медленно на том случае если попадет бомба перед составом чтобы он восстановился но бомба не упала никуда так вот если бы не дай бог какая бомба попала в этот состав если бы не дай бог появляет то завод бы этот нельзя было запустить я потом работал мой папа то есть завод не стал бы работать и поэтому стал работать вот и тоже защищал этот мост наши советские зенитчики этим немецким браном лётчим было легко бомбить беззащитных малышей три с половиной года которые сидели в этих маленьких в этих деревянных домах своих дедушек бабушек а бомбить там же не было зениток а бомбить вот этот мост было опасно для жизни этих негодяев и преступников и вот на самом деле колоссальный вклад в победу над Германией над фашизмом и над немцами внесли вот эти вот зенитчики которые были блестящими профессионалами которые блестяще защищали мост через Волгу немцы бомбили его круглые сутки три месяца без установки не попали ни разу только из-за этих дедничек потому что этим немцам было страшно и вот из-за этих дедничек не было за три месяца ни одного попадания в этот мост мост поныне существует я всегда был последний раз в Сверхозавле вот как раз когда встретил молочную сестру я там прогулялся по Волге вот видел был недалеко от этого моста он до сих пор существует за три ну там может не три а пять месяцев но несколько месяцев его бомбили эти речи тире преступники и ни разу не попали к нему но у них были самолеты и люди за все пяти речи бомбировщики повторяю какой раз за три месяца ни одного попадания по этому мосту ходили поезда все это время они бомбили но там были зенитчики которые были такие зенитчики там были преступные летчики и были зенитчики которые спасли мост может быть тем самым именно из-за них Советский Союз выиграл войну потому что это был мост имевший невероятно большое стратегическое значение ну вот на этом месте мы делаем паузу паузу